Всем доброго времени суток, друзья! У нас сегодня очень интересное видео, которое будет именно говорилкой на тему, как загадать желание для того, чтобы оно сбылось. И здесь вот те арканы, которые перед нами лежат, они сразу же иллюстрируют определенным образом жизненные позиции людей, когда они чего-то хотят. Бывает такое, что человек что-то себе намечтал, отдал, грубо скажем, это все судьбе на откуп и сидит, ждет, пока что-то исполнится. И есть вторая, скажем так, версия, когда человек начинает что-то делать, берет в свои руки, если не всю судьбу, а то, что можно хотя бы сделать и делает что-то посильно для того, чтобы достигнуть своей цели. Есть такой вот каламбур, я бы не назвала это даже поговоркой определенной, когда говорят о том, что иди в направлении своей цели или беги, если не можешь идти хотя бы сядь и сиди в направлении своей цели, не можешь сидеть хотя бы лежи в направлении своей цели или хотя бы смотри в том направлении. Вот это как раз-таки позиция, она гораздо более продуктивна, чем просто загадывание желания. И опять же можно сказать, что не все желания могут исполниться. Да, бывает такое, что у человека есть какие-то желания, мечтания, которые неисполнимы по своей сути. Но в целом, если человек прекрасно знает и загадывает там мне какой-то миллиард долларов уже вчера и в левом кармане, чтобы все поместились и просто так, да, вот чтобы с неба упали, это один вопрос. А другой вопрос, когда действительно у человека есть реальные какие-то жизненные желания, которые достижимы вполне себе и может быть даже на пределе возможностей. Вот так в принципе можно сделать нам все со своей стороны для того, чтобы эти желания сбылись. Каким образом? Естественно, есть и ритуальная часть, то есть магическая часть, которая дает при определенных желаниях определенные результаты. Но для этого нужно понимать, то есть здесь универсальных советов на ритуал быть не может. Здесь будет речь идти о том, чего конкретно человек хочет, в какой области личной жизни он это хочет. И здесь такими вот, даже будем говорить, ритуалами на желание могут быть косвенно, да, такие ритуалы еще и как открытие дорог в определенной сфере. Они тоже будут помогать устранять препятствия, если таковые были, к достижению желания. Но давайте поговорим о том, как надо загадывать желание для того, чтобы оно сбылось. И это тоже своеобразная магия разума, это своеобразная ментальная магия, которая помогает действительно достигать того, чего мы хотим. Итак, что-то нам замечталось, размечталось и намечталось. В конечном итоге мы примерно понимаем, в каком направлении копать, в каком направлении лежать и чего приблизительно хотя бы мы хотим. Нам нужно очень четко всегда оформить, чтобы мечта стала целью, а не просто мечтанием. Ну, скажем так, в чем разница между мечтой и целью? Мечтаем, это когда мы там можем, ну вот сидишь посреди дня и вдруг залип прямо на работе и думаешь о чем-то или смотришь какие-то видюшечки, которые могут показывать воплощение вашего желания. Но это всего лишь такая бесполезная игра разума, когда человек, и она полезна может быть только в начальной своей стадии, когда человек определяется в том, чего именно он и она хотели бы. Так вот, когда мечта возникла, мы должны ее оформить ментально в очень четкое, ясное такое вот достижение уже этой цели. И потихонечку мы должны начинать соображать, а что нам надо сделать для того, чтобы этой цели достичь. Соответственно, можно в том числе искать подсказки не только в самом разуме, но и посоветоваться с кем-то более мудрым или там, допустим, получить расклад к мантической системе какой-то, обратиться для того, чтобы было сказано, например, картами или любым другим мантическим инструментом, что делать, чего не делать, то есть своеобразный путь к цели, как ее достичь. Это можно сделать, а можно просто подумать хорошо, то есть для того, чтобы поступить, ну там, я не знаю, например, мне там 59 лет, но я хочу поступить в институт в какой-то, ну вот хочется мне, да, таким образом. Что я должен для этого сделать? Во-первых, на какую профессию я хочу учиться? Где находятся институты, университеты ближайшие ко мне, в которых могут давать вот это образование? Что конкретно мне нужно сделать для того, чтобы туда поступить? Потому что если человек просто сидит и думает, ну вот, хорошо бы, если бы я вот поступил, я бы уже выучился и была бы у меня замечательная работа, и получал бы я там уже какие-то сумасшедшие безумные деньги. Но здесь вы должны четко выстроить для себя цепочку, и первым звеном этой цепочки является всегда четкое представление того результата, которого вы хотите достичь. И даже в примере с тем же институтом, например, да, тот человек, который хотя бы взял в библиотеке или купил книги, в которых он уже что-то подчерпывает на эту тему и уже что-то познает, он уже гораздо больше сделал, чем тот дурень, который думкой богатеет. Просто сидит и думает, что когда-то случится чудо. Я вот ничего не буду делать, а это свершится, а это случится, а это мне как-то на голову упадет. Поэтому правильно загадывать желание нужно. Именно в рамках оформленности этого желания в четкие слова и в четкий образ, в какое-то представление. На этом, кстати, основана и традиция писать на бумаге желания под Новый год, для того, чтобы пока бьют куранты. Ну это всем известно, да, вы подожгли там эту бумажечку, пепел выпил, высыпали в бокал и выпили. И вы очень четко в этом действии проявляете свое намерение. То есть вы уже конкретизируете, чего вы хотите. Вы не просто говорите, ну вот я не знаю, я там вот хочу купить, ну хочу, чтобы жилье у меня было дорогое, хорошее. А здесь человек уже там, допустим, пишет, я хочу продать свою квартиру, взять кредит и в общей сложности там купить другое жилье, там, допустим, пятикомнатную квартиру или там еще чего-нибудь. Поэтому я всегда говорю, конкретизируйте, что именно вы хотите. Потому что очень часто я вижу картину, когда человек реально сам не совсем хорошо понимает, что он хочет. Многие, допустим, приходят за раскладами и говорят, ну вот вообще посмотрите, ну я не знаю, там вот и здоровье, и любовь, и финансы, и работу, и еще что-то, и учебу, и вот а как у меня в отношениях с тем-то еще будет. То есть человек приходит без определенного запроса, потому что когда запросов больше двух или трех, это уже значит, что человек как говно в проруби, извините за выражение, плавает, и он вообще не понимает, чего он хочет, он вообще не соображает, куда, в каком направлении ему копать, и у него нет никаких целей. То есть это леность ума, это отсутствие всяческой соображалки, и это полная неопределенность. То есть иногда человек может быть вполне себе адекватным в быту, ну вот просто заскучалось, и вот такой вопрос, запрос, непонятно на что возник. Поэтому я всегда говорю, что даже если вы за раскладом приходите, должны четко очень формулировать вопрос, на который вам нужен ответ. Тогда ответ будет четким, ясным, чем яснее запрос, тем яснее ответ. И для Вселенной точно так же наши желания. Когда мы очень четко, ясно, понятно представляем, что конкретно мы хотим, как это должно выглядеть, что мы с этим будем делать, для чего это нам. И тогда уже это первый шаг к тому, чтобы получить хорошие какие-то бонусы, какую-то фору к достижению своей цели. Поэтому загадывать желание нужно так, чтобы желание из мечты превратилось в цель. А когда вы имеете цель, ее, соответственно, уже гораздо легче достигнуть. И даже если цель кажется какой-то сказочной изначальной, говорят, да ну, да ну ты не сможешь. Но если вы прекрасно видите тот результат и хотите тот результат, который вы четко осознаете, то это желание, конечно, не гарантировано, но с большей гораздо долей вероятности сбудется у вас, чем у простого обычного мечтателя, который лежит в пупке, ковыряется и особо там и не знает, да, каким именно образом он будет прикладывать усилия для того, чтобы чего-то достичь. Потому что наши желания, это прежде всего наши желания, их исполнение больше всего нужно нам самим. Именно по этой причине всем остальным, всему миру все равно, если вы этого не хотите, если вы не понимаете, что вам нужно, то всем остальным вообще по барабану, что у вас получится. Ну ничего не хочешь, ну и делай ничего дальше. Поэтому как бы может быть это жестко и антимагически, как может показаться на первый взгляд, не звучало бы, но это как раз-таки практически панацея от неисполнения желания. Вот такая жизненная позиция и такое загадывание желаний, оно конкретно, да, вот первое действие, оформить свое желание в слова, записать его лучше всего, выстроить, поставить сроки, в которые вы хотите, чтобы это воплотилось, и пошагово себе хотя бы приблизительные шаги расписать для того, чтобы вам понимать, как действовать, чтобы достичь того, чего вы хотели. Вот так загадываем желание и тогда с большой долей вероятности оно реально будет сбываться. Поэтому я желаю всем правильно загадывать желания, благоприятные во благо себе, во благо любимым и близким людям, и чтобы эти желания действительно сбывались к добру. Всем удачи, благополучия, до встречи, до свидания.